Героиня сегодняшнего выпуска – представительница дворянского рода, последняя владелица замка в Обрхотовых Яновицах Седония Надгерна из Барутина. Родилась она 1 декабря 1885 года. Полное имя – Седония Амалия Вильгельмина Каролина Юлия Мария Надгерна. В семье было трое детей – двойняшки Седония и Карл и их старший брат Ян. Дома говорили на немецком и чешском языках. Кроме того, дети знали английский благодаря няне-ирландке. Образование Седония получала на дому с приходящими наставницами. Старший брат поддерживал в ней тягу к знаниям, привозил книги, часто беседовал на философские темы, живопись, либо обсуждал с ней современную литературу, что не встречало поощрения у матери и дяди девушки. Отец ее к тому времени уже умер. В 1904 году состоялся первый выход Седонии в свет, однако ее не привлекало высшее общество и балы, и вскоре за ней закрепилась репутация эксцентричной и эмансипированной особы. Благодаря чему Седония Надгерна стала одной из самых известных женщин своего времени. Ее имя очень много значило для поэта Райнера Марии Рильке, писателя и драматурга Карла Крауса и художника Макса Швабинского. Для каждого из них Седония Надгерна стала музой. Для Рильки она была и меценаткой, оплачивая его лечение от лейкемии. Познакомились они в 1906 году во время первого приезда Седонии в Париж. В то время она еще путешествовала с матерью и хотела посетить мастерскую Родена, секретарем которого тогда и был Рильке. В 1906 году началась их переписка, продолжавшаяся 20 лет, до смерти поэта в 1926 году. Именно Рильке помог Седонии пережить смерть любимого брата Яна в 1913 году, а его жена создала мраморный бюст Седонии, который сейчас находится в экспозиции замка. Художнику Максу Швабинскому Ян Надгерный заказал портрет своей сестры в 1904 году, но тот, решив, что речь о простом коммерческом заказе, как можно дольше оттягивал момент написания. Однако он изменил свою точку зрения, познакомившись с Седонией в 1906 году, когда был ею очарован, и в 1907 году приступил к работе, закончив портрет в 1909 году, признавшись в любви своей модели. Но самые долгие отношения связывали Надгерну с писателем Карлом Краусом. Об их связи стало известно лишь в 70-х годах XX века, когда были изданы его письма к графине. Седония была не только большой любовью Крауса, но и источником его вдохновения. Он часто бывал в замке, писал в нем свои произведения, о своих стихах зашифровывал имя любимой женщины. Седония Надгерна была знакома с архитектором Адольфом Лоусом, писателем Карлом Чапоком, князем Максом Лобковицем и другими известными людьми той эпохи. Ее вкусу доверяли скульпторы, поэты, художники и архитекторы, многих из которых она поддерживала финансово. Надгерна устраивала литературные салоны, двери замка всегда были открыты для творческих людей. Больше всего Седония ценила свободу. Ее единственный брак продлился всего полгода и был заключен после ссоры с Краусом, к которому она позже вернулась. Надгерна была одной из самых передовых женщин своего времени. Она любила все новое, была одной из первых женщин, севших за руль в Чехии, вовлекалась садовой архитектурой. Во время Второй мировой войны эмигрировала в Англию, вернулась после заключения мира, но ненадолго. В 1949 году она уехала снова, не приняв новую политику государства. А в 1950 году умерла от рака легких. В 1999 году ее прав был перезахоронен во Врхотовых Яновицах.